ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В первой части необходимо уделить внимание, что в любом случае за 5,5 тысяч золота мы получаем свадьб, какую-никакую, а все-таки восьмерку. Насколько никакую, обсудим чуть позже. 30 дней према, что довольно-таки немало, полмиллиона серебра, что тоже приятно. Довольно приятный, симпатичный камуфляжик, и мне он гораздо больше нравится, честно говоря, чем тот, который напялил я. Но я свою машину покупал просто голую лысую машину до места в ангаре, больше ничего в комплекте не шло. Есть X5, но только на WZ-111, поможет прокачать элитный опыт экипажа и добавить себе свободки в копилку. Что касается аватара, здесь на любителя заострять внимание не буду. Оборудование открытое уже большое спасибо, на восьмом левеле никаких-никаких, а денег все-таки стоит. И есть, соответственно, слот в ангаре. Что хочется сказать про WZ-шку первое? Хочется сказать про броню, ребят, про броню, потому что это тяжелые танки. Давайте посмотрим для начала броню. Броня довольно-таки неплохая, очень хорошо бронированная башня, комбашни тоже нормально забронированы. Это не картон, да, сюда могут пробивать, но все-таки не настолько просто, как во многих других танках. Отыгрывать от башни, если у вас это будет получаться с учетом углов склонения, то в целом будет комфортно. Верхние бронелисты, да, потому что одним цельным бронелистом это не назовешь, тоже вполне нормально себе отыгрывают своей броней. Ну и плюс еще у нас есть дополнительные углы приведенные. Короче говоря, в целом отыгрывать комфортно. Нижний бронелист, как у многих машин, страдальческий, всего 125 с учетом приведенки. Но я бы сказал, что если вы умело будете его прикрывать чем-нибудь, то будет вам счастье. Можно неплохо ромбовать. Главное не переборщить, потому что если переборщите, то оголяете картонный борт абсолютно. Ну а если ромбовать с умом и не сильно, то здесь приведенки больше, чем достаточно для того, чтобы выстоять в бою и отыгрывать рикошетами довольно-таки часто. Что касается бортов в прямой проекции, то здесь действительно слабо, 83 и в корме у нас 62. Ну с учетом приведенки это максимум до сотни. Ну это прям вот совсем за уши притягивает. Короче говоря, ничем не удивительно, кроме того, что броня действительно где-нибудь, а все-таки есть. Что касается сравнительной характеристики по сравнению с другими машинами. Ребят, однозначно данная машина просто не нужна с счастливым обладателем WZ-112-2 и 112-го ледяного. По одной простой причине, потому что 111-й и две вот этих вот машины это просто клоны. Они похожи просто-таки во всем, во всем, во всем, кроме, ребят, УВНов и кроме скорости. Скорость 35, да, WZ-шка не быстрая. Но, ребят, у нас в игре есть очень много медленных машин, тяжелых, хорошо бронированных, которые слабо передвигаются по карте. Но не в этом, не в этом проблема WZ-111-го. Скорость у WZ-112-2 гораздо прикольней. У ВН-ы, да, чуть-чуть, типа, лучше, но все-таки 5 градусов, 6 градусов, но не прям настолько, чтобы действительно отличало. Но, ребят, обратите внимание, хоть я этой цифре и не сильно доверяю, но все же. 48,5% побед по сравнению с 55, я бы сказал 56, ребят, все-таки, процентами у WZ-112-2. И, ребят, я не думаю, что вот эти вот полтысячи игроков, которые за период времени играли на данной машине, за которой происходил подсчет, прям совсем рукозадые. Дело в том, что WZ-111 очень, очень тяжело реализуемая на сегодняшний день машина. И даже если у вас есть ИС-5, то я бы все равно не рекомендовал покупать себе WZ-шку, да любую из них. По одной простой причине, потому что у ИС-5 характеристики похожи абсолютно, ну, там, тютька в тютьку, кроме пробития, ребят, и скорости полета снаряда, которая существенно в отношении скорости полета снаряда лучше, чем у WZ-шек в отношении пробития, пускай не намного, но все же имеют превосходство. Что касается скорости, ну, то здесь ИС-5 похож на WZ-1122, да, доходность чуть меньше, но, ребят, лучше чуть меньше доходность, но возможность ее реализовать. Таким образом, получается, что WZ-111 это такая машина, которую стоит покупать, ну, прям совсем по безнадеге. Ну, вот говорю так, как есть, ребят, кто не согласен, пишите в комментариях, но у меня лично мнение именно такое. Что касается, ребят, причин, почему данная машина такая слабая, вопрос не в подвижности, вопрос в орудии, ребят. Да, 400 единиц альфы типа приятно, типа прикольно, можно классно отыгрывать, хорошую альфу закидывать, но нет, ребят, 12 секунд перезарядки не дадут вам получить удовольствие от игры. Это, ребят, 12 секунд с учетом установленного оборудования всего и амуниции. Короче говоря, отыгрывать просто мрак. Крайне вялая машина, с учетом времени перезарядки, даже с вот такой вот очень приятной альфой, вы получаете заявленный ДПМ в 2000 единиц урона. И на сегодняшний день это практически ни о чем. Разброс, ну просто безбожный. Безбожный до безобразия практически 0,4. И время сведения просто, я бы сказал, чумовое в негативном разрезе 5,5 секунд. Короче говоря, орудие просто мраковое во всех отношениях, каких только может быть, кроме альфы. Кто-то скажет, что у меня есть WZ-111, я нормально на нем играю и у меня довольно неплохо получается. Но это только в случае, если вы готовы к тому, что по 12 секунд боя вы будете просто где-то стоять по возможности подальше от соперников, потом подъезжать ближе, стрелять. Почему подъезжать ближе? Да потому что время сведения и разброс, как я уже говорил, просто безбожный. И реализоваться вот с такими показателями по орудию действительно будет вам очень сложно. Я не то чтобы отговаривал вас покупать себе WZ-111. Как говорится, деньги ваши решать вам. Я не лезу в чужой карман и ни в коем случае никогда ничего остро не рекомендую. И уж тем более отговаривать не собираюсь. Я высказываю всего лишь свое субъективное мнение, которое основано на том, что данная машина у меня есть. Я много раз пытался реализовать данный аппарат и понял, что эта задача не то чтобы невозможная, но она крайне-крайне сложна. Сейчас попытаемся подкатиться, как вы видите, с нашей скоростью передвижения. Ребята давно уже вон там вот где-то подъехали. Я все пытаюсь катиться, пускай чуть позже я зашел в бой, чем они. Но все же, ребят, подвижности машине не хватает. Передвигаться, да, достаточно, вопросов нет. Но, ребят, все же это не та машина, на которой прям вы весело можете ринуться в схватку. Сейчас попытаемся занять какую-то плюс-минус грамотную позицию. Попытаться стать ромбом. Ну и вот вам время сведения. Пока мы сводились, даже если бы Тайпик 68 нам не перегородил дорогу и не закрыл обзор, то все равно, ребят, поверьте, пока вы свелись бы вот в этого вот товарища, вот смотрите, я все стою, стою, все свожусь, свожусь. Ладно, уже брошу наугад. Просто потому что дальше не было возможности ждать сведения точного прицела. За это время ИСУ просто скатился бы вниз, и я не попытал бы даже счастья отбросить. Ну и, соответственно, не сделал бы вообще ничего. Так был хоть какой-то призрачный, да, там, шанс забросить в этого товарища. Опять-таки подъезжаем даже ближе. Вот сейчас, секундочку, подъезжаем ближе, и тогда да, тогда получается шотнуть. Но, ребят, это просто выстрел впритык. Что хочется отметить из позитивов данной машины. Хорошая броня башни, она позволяет вам, ребят, отыгрывать не только от башни, но и отыгрывать в клинче. С учетом того, что вот здесь сверху бронелисты имеют хорошие углы... Ой, простите. Имеют хорошие углы склонения, То, в целом, ваша приведенка во время клинча, она очень приятная. И вот если вам есть необходимость пережить время вашей перезарядки, То самым лучшим, что будет, это сблизиться с врагом, А лучше всего упереться в него по максимуму. Ну и, соответственно, в такой уже позиции находиться все время перезарядки орудия. Ну, а дальше уже принимать решение, куда конкретно вы будете пытаться товарища пробить. Так, не успел. Короче говоря, ребят, машина очень, очень специфическая, и я бы сказал, до безобразия нудная. Вот настолько нудная, насколько только может казаться нудным тяжелый танк. Мне не нравится абсолютно. Я сейчас поеду принципиально на товарища Эмиля первого, Просто лишь потому, что в данной катке мы не видим вообще ничего из того, что может или не может данная машина. Вот сейчас, чтобы выцелить его нижний бронелист, я потерял кучу времени, получил от него тычку, и при этом все равно не смог нормально в нижний бронелист прицелиться. Я сейчас перезаряжаюсь, и благо, что Эмиль тоже. Ну, вот как-то так. Ну, вот уже хотя бы сразу после перезарядки, даже без полного сведения, пришлось кинуть. Короче говоря, ребят, основными минусами по данной машине, как я уже говорил, являются однозначно время перезарядки, Однозначно время сведения, и просто безбожный, ужасный, умопомрачительный, адский, люциферский, называйте как хотите. Вот этот вот ужасный процесс просто до безобразия, который, не знаю, меня вымораживает и выбешивает просто до неимоверного состояния. Такс, мы потихоньку сливаем. Сливаем, потому что двое товарищей, один где-то неизвестно где находится, а известно где, точку захватывает. Ну, поехали к нему, хотя я так понимаю, что пока мы этого тигра второго будем разбирать, есть вероятность, что все-таки захват закончится. Ну, дайте доехать, я тоже хочу, блин, хоть что-нибудь сделать, тоже хочу бросить хоть какого-нибудь урона, оставьте мне его, я вас очень сильно прошу. Голда, да, прошла. Окей, три фрага, ребят, но насколько честны эти три фрага? Давайте будем говорить откровенно. Фраги сделал не я, фраги сделала команда. Я просто докатывался, наконец-то, до недобитков и их добирал. Плюс добирал я на крайне малых расстояниях, и если бы не факт того, что расстояние очень маленькое, то не факт, что я вообще попал бы в этих недобитков. При этом всем, ребят, знак классности третьей степени. Вот как-то, видите, парадокс какой. 800 единиц урона, а знак классности третьей степени получил. Но, ребят, наверное, все-таки о чем-то это все-таки говорит. Это при том, что я занял второе место с конца. Вау, великие герои, ну и ВЗ-шка мне в помощь, как говорится. Давайте закатимся еще в один бой, для того, чтобы попытаться отыграть машину все-таки хоть как-то и хоть что-то в бою сделать. Не знаю, там, попытаться какой-то максимальный урон нанести. Ну, а о каком максимальном уроне может идти речь, если ваш заявленный ДПМ 2000? Ну, здесь уже вопрос остается в подвешенном состоянии. Ладненько, сейчас попытаемся что-то сделать, но все же мне ВЗ-шка не нравится. Вот обижайтесь на меня, не обижайтесь, владельцы. Я тоже владелец данной машины, и, честно говоря, ну никакого кайфа. Такс, поехали! Нам бы найти какое-нибудь такое место, чтобы можно было отыгрывать от башни углы склонения. Кстати, ребят, не заценили с вами углы склонения. Вот смотрите, да, горка. Нифига, 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 нифига. Вот фига появляется только тогда, когда ты тупо вылез прямо на всю гору. Поэтому на неровностях, ребят, молитесь просто, молитесь, креститесь, и лучше вообще не поднимайтесь ни на какие горки, по той причине, что, ну, это смерть ваша. Пока вы будете подниматься, вот этот вот нижний бронелист, он высосет из вас все соки, всю кровь и все настроение полностью. Так, смотрим. Никого нет, уже хорошо. Кто там у нас? Тигрик, 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 тигрик. Проскочил я, уже хорошо. О, привет! Так, поехали. Поехали дальше. Ребят, я ускорю сразу перезарядку, не буду терять времени, по той причине, что потеря времени для меня смерти подобна. Так, теперь попытаемся хоть как-то там что-то ромбануть. Броня, слава богу, действительно есть, броня действительно там отыгрывает, вопросов нет. Вот, с этим не поспоришь. Разворот. Процесс, кстати, да, долгий. Разворот здесь. Ну и вот, смотрите, на вот таком вот расстоянии, да, даже если бы я сейчас был уже полностью перезаряжен, была бы беда бедовая. Так, поехали. Очень, очень хочу слескнуться... Господи. Схлестнуться, простите, за дикцию. Хочу слескнуться с 53 ТП в неравной схватке. Почему в неравной? Потому что все-таки считаю, что 53 ТП получше и поинтереснее, чем данная машина. Так, сведение, огонь! Да, ну а вот теперь то, что я говорил, надо идти в клинч. Пока товарищ перезаряжается, надо клинчеваться. И вот теперь... Да ладно, что, заснул что ли? Ну, не верю. Так, вот теперь вот в клинче нам необходимо поставить... Стоять немножечко. Ну, еще немножечко. И еще немножечко, пока мы перезаряжаемся. Еще чуть-чуть. И еще капельку. И вот теперь, наконец-то, мы можем товарища добрать. Так, ну что, все. Врагов не закончилось. Опять три фрага. Кто-то скажет, блин, да чумовая, классная машина. Но я, честно говоря, как-то вот все равно какого-то кайфа не получил. Да, здесь я отыграл немножко лучшее. И мне повезло и с разъездами. Даже 2333 единицы урона нанес. Знак классности третьей степени. И в команде по результативности я должен быть где-нибудь на первых местах. Вообще на первом месте. ГСН все-таки красавчик. Не такой рак, как все пишут. Короче говоря, ребята. ВЗ-111 вот такой, как я вам показал. Нравится ли вам такой геймплей? Безусловно, определяться вам. Стоит ли тратить 10 баксов? Ну, либо какой там ценник у вас висит. Потому что у меня висит 10 баксов. И стоит ли 5,5 тысяч золота данная машина? Определяться, безусловно, необходимо вам в первую очередь. И, соответственно, вам принимать решение. Я не буду рекомендовать вам ВЗ-111. Просто потому что язык не повернется. Сказать, что это действительно классная, клевая машина. Что же касается других честных обзоров. Смотрите на канале. Если вы за то, чтобы видеть машины такими, какие они есть на самом деле. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И спасибо вам еще раз за просмотр. На данный момент у меня все. Всех благ. Всего хорошего. Мира. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok